Добрый день, уважаемые друзья! С вами Владимир Добров и Ческом.ру. Рад всех приветствовать на онлайн-олимпиаде. И сегодня у нас обзор 4-го дивизиона, в котором экзотические страны соревновались, кто же станет счастливым обладателем путевки в 3-й дивизион. Немало интересных событий. Многие имена нам уже известны были с предыдущей Олимпиады. И, безусловно, приятно то, что и команд стало больше, и игроков стало больше, и качество партий увеличилось в разы. Если на прошлой Олимпиаде в этом дивизионе было немало грубейших ошибок и партии, заканчивая на 10-м, даже на 15-м ходу, то сейчас видно, что практически все страны подготовились гораздо лучше. И, безусловно, перейдем к делу. Напомню, что сам формат соревнований включает в себя многоступенчатый этап. То есть финал произойдет в сентябре, сейчас 4-й дивизион, следующий векенд 3-й. И вот каждый уикенд будут определяться финалисты и, соответственно, чемпионы. Ну, а мы с вами перейдем к перипетиям 4-го дивизиона и поговорим о некоторых интересных событиях. В партии игрались 15 минут плюс 5 секунд на ход. Играется круговая система. В каждой группе их было всего 5. Разыгрывались 3 путевки. Итак, уважаемые друзья, перед вами партия Самуэля Бесна Кейра против Томаса и Нелиса. И здесь была идея. Мы наверняка помним знаменитый фильм «Жентельмены удачи», где разыгрывалась следующая партия. Черные играли конь на Д4, предлагая белым съесть на Е5. Ну, и, конечно, участники этого фильма эту ловушку выучили наизусть. Идея была в том, что как раз-таки конем ходи, век воли не видать. И косой тогда говорит «Ходи, ходи». Соответственно, взял на Ф7. И после фержа 2 ладей Ф1 Витцин получил мат конем на Ф3. И, в общем-то, предложили им тогда в этот момент отдать пиджак. Ну, что ж, друзья, вот это такая была идея. И мы видим, что Томас Нелиса наверняка смотрел этот фильм. И, безусловно, сыграл очень интересно конь на Д4. Но этот фильм смотрел и Самуэль. Не стал он брать на Е5. И наверняка смотрел и Ческом.ру. Сделал 2-0. Не стал он в ловушке попадаться. Ну, давайте посмотрим, что оказалось дальше. Конь на Ф6. Опять-таки пешка остается под боем. Кстати, ее можно спокойно сейчас съедать. И угроза уже на Ф7 весьма серьезна. Но белые играли максимально плотно. Д3, Д5. Очень жесткий ход. Конечно, ход, наверное, проигрывающий партию. Потому что после хода конь на Д5 у белых классическим образом возникала стандартная идея. Вот таким вот образом напасть на две фигуры. И затем ладья подключается на Е1 в случае слона Е6, скажем. Он будет уже угрожать как взятие на Д5, так и взятие на Е6. Вспользуясь тем случаем, что король на Е8 впадает под раздачу. Ну, черные, конечно, сыграют С6. Но в этом случае как минимум ход Ф4 выигрывает пешку. Другой вариант, который был в партии. После был более спокойный. Вроде бы конь С3. И тут неожиданно Томас сыграл слон Ж4. После взятия конем на Д5, почему конем сказать сложно, слоном было бы более аккуратно, конечно, прикрывая коня на Ф3. Черные съели слоником и вырвались ферзем на Х4. Это всегда опасно. Видите, конь с ферзем орудуют хорошо и угрожает ход ферз Х3 с неприятными угрозами. Да, но после ферз, естественно, конь МЦ7. Опять-таки, век воли не видать. Все-таки пошел Самуэль за победой, чтобы еще одну ладью прихватить. Имя уже на другом фланге. Это была ошибка, конечно. Стоило аккуратно сыграть С3. Партия долго бы не продлилась. Но после хода конь С7, король Д7, конь А8. Ферз Х3. Классный ход. Создающий угрозу конь Ф3. И белые сыграли слон Д5. После хода слон Д6. Неаккуратно сыграли белые С3. Очевидно, что надо было защищаться от угрозы Е4. И после С3 черные сыграли Е4. Классный ход. Смотрите, слон открывает дорогу. И теперь мы видим, что ферзь H2 угрожает. И конь ведет Ф3. Выяснилось, что позиция для белых уже абсолютно проиграна. Он взял слоном и получает белый мат. Вот такая зарисовка. Так что, друзья, смотрите советские фильмы. Следующая зарисовка из партии Фидоу Касима Хасана против София Закария. Вот такая вот история. Посмотрите, какая интересная позиция сложилась после взятия на Д6. Сейчас у белых образовалась интересная пешка. Но на Д6 черный король пока в центре. И белый король немножко приоткрыт. Однако, вот интересная позиция. Черные здесь должны были сыграть очень аккуратно. Играть ладья С8. И впоследствии, кстати, может быть даже играть на перехват. Ладья может и через С4 подключаться. И на Б2 где-то пешка может провисать. И король вообще может встать на Д7. В общем, позиция крайне насыщенная. Однако, последовал ход Ферзь С6. Казалось бы, самый напрашивающийся ход. Который, с одной стороны, уровень все контролирует. Еще угрозу создает взятие на Ф3. И вот такая вот угроза, она весьма интересна. Потому что здесь некоторые перегрузки возможны. Что было в партии, забегая вперед. И тут Фидоу Касим сыграл блестяще. Сыграл блестяще. Он может поставить на паузу. Поискать, какой же ход сделал Фидоу. Фидоу сделал ход С4. Блестящий ход С4. Очень красивый ход. Идея его в том, что теперь атакован слон. Белые хотят его просто уничтожить. Брать слоном на С4 плохо. Как минимум по двум причинам. Первая, ну самая простая, это пойти Д7. И на Ферзь бьет Д7. Просто съесть на Д7. И вторая идея, это даже, может быть, такой с элементами экзотики ход Ферзь бьет С4. Ну, конечно, все мы выберем Ферзя, а не фигуру. Сыграем Д7. Да. То есть, а в случае Ферзь бьет С4, конечно же, последует то же самое. И тут уже от мата не уйти. Можно даже поставить ладью. Мы видим, что такая вот матовая конструкция со слоном на Ж5 весьма элегантна. Белые, в свою очередь, после С4 предложили черный вот этот вот удар. Чем, в общем-то, София и воспользовался. И после взятия на Ф3 удар на H2 последовало. Но тут, хладнокровный король H2, привело к тому, что белые поставили натуральный мат. Вот такая вот небольшая, но очень веселая зарисовка. И третий пример случился тоже в дебюте между Булосом Карлосом и Бин Языдом Мухаджидом. Итак, после развития четырех коней, белые сыграли слон Б5, Д6, Д4. И, в общем-то, это старая теория, которая считалась всегда не очень хорошей для черных. И здесь белые очень здорово показали, как это все работает. Итак, вот такая позиция может случиться у каждого из нас и каждого из вас. Так что мы наверняка видели такие вот стандартные расстановки. И здесь очень важно побить слоном С6. Это действительно правильный ход. И после БЦ абсолютно верный ход ферзь Ф3. Запоминайте, как правильно играет Булос Карлос. И теперь проблема у черных в том, что у них нет нормальных ходов. То есть у них сейчас проблема с пешкой С6. Если играть С5, конь встанет на Ф5. Очень неприятно и не позволит черным развиться. Черные сыграли слон Е7. Но здесь проблема в том, что белые моментально вскрывают ходом Е5. Это известная теоретическая проблема. И после ДЕ конь бьет С6. Мы видим ферзь на Ф3. Замечательно защищает это поле. Черный сыграл Е4. Однако это не спасает. Потому что после хода конь Е4. Слон С6. Конь бьет Ф6. Выясняется, что слон все равно теряется. Тем более еще и с шахом. Закрываться ферзем нельзя. Пень язык почему-то пошел к королям на Е7. Видимо, хотел какую-то искусственную рокировку успеть. Но после хода слон Е3. Белые создали угрозу слон С5. Нет времени на ладе Е8. Поэтому пришлось убегать на Ф8. И тут после двух нулей понятно, что у белых тотальный перевес. И у них выигранная позиция. Король черных безнадежен. И после Ж6 ладят Д1. Выяснилось, что здесь еще одна перегрузка. Ферзь ушел. Ферзь бьет Ф6. И, по сути дела, партия закончилась в следующем ходе. Итак, уважаемые друзья. С группы А вышли три команды. Гонконг, Непал и Ливан. Очень сильные команды. И в прошлом году они тоже выступили очень хорошо. В том числе команда Ливана, за которую я болел и переживал. Вторая группа, группа Б. Это Кения, Намибия и Палестина. Эти три команды выходят в третий дивизион. Группа ПЦ, Ангола, Кипр, Эфиопия. Суринам, Аруба, Гана. Это группа Д. И группа Е, Пуэрто-Рико, Тринидадо, Тамбаго и Гаити. Ну а Лаки Лузер, так называемый Лаки Лузер, как вайлдкарт, получила команда Малай. И отправляется также в третий дивизион. Где будут бороться они за новые, возможно, вайлдкарты. Кто знает. Итак, друзья, наш обзор подходит к концу. И специально для зрителей Ческом.ру предлагаем небольшое интервью русскоязычных игроков, которые представляли страны. Сама родом с Украины, с Киева. Я просто в 2001 году вышла замуж за ливанца и также перешла, так сказать, в Ливанскую Федерацию. Ну, естественно, в Украине шансов попасть в какую-то сборную не было, поскольку я такой обычный советский кандидат-мастеран. Ну, фидомастером, конечно, я стала. Ну, в любом случае, ну, а в Ливане там я была почти звезда. Сейчас, правда, есть посильнее, конечно, молодые девочки. Но, в целом, вот уже лет 20 я за сборную Ливана играю. В прошлом году мы играли вот в этой Олимпиаде. Я помню, я даже попала в Dream Team. Я даже попала, и мне даже в клубе сказали, о, как ты там вообще в Dream Team. К сожалению, мы вот вышли там в следующий этап в прошлом году, и уже в следующий этап мы, по-моему, не вышли уже. Так что в этом году посмотрим. Я родился в Москве. Когда мне было два года, мы с родителями переехали на Орубу. С тех пор мы тут живем, и, соответственно, я играю за рубийскую команду. Ну, я в 2018 году ездил в Батуми на Олимпиаду в Грузию тоже с командой. И в прошлом году тоже играл на, тоже на онлайн-олимпиаде. Я играю в шахматы где-то с 9 лет, но серьезно взялся за шахматы где-то с 12 лет. Тогда я начал заниматься с тренером, с международным гроссмейстером, с Виталием Киселевым. И, соответственно, как-то так пробился в спорную рубийскую. В Риване шахматы очень популярны. К сожалению, конечно, экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. И более того, это очень сложно. И в этом году мы, кстати, с такими приключениями вышли, потому что у нас одна или две доски постоянно почти что в каждом матче из-за интернета, поскольку там большие проблемы с электричеством и с интернетом. И у нас буквально в каждом матче были проблемы. То есть у нас практически каждый матч одну или две доски мы отдавали просто из-за отсутствия интернета. Ну, и все равно провелись. Ну, у нас, в принципе, на Рубе есть федерация, есть один клуб. То есть тут шахматы не настолько популярны, как, например, в России. Ну, и сейчас у нас была цель выйти в следующую дивизию, в третью. В принципе, мы вроде этого добились. Дальше посмотрим, как пойдет. Ну, хотелось бы в следующем году съездить на Олимпиаду в Москве и завоевать там титул какой-нибудь. Буду стараться. Чем дальше, тем лучше, во-первых. Ну, и, во-вторых, мы просто ребята, которые любят шахматы, и мы друг друга поддерживаем, и каждый раз радуемся. Даже если мы выиграем у какого-нибудь там Гуама или Лаоса, грубо говоря, понятно, что нечем радоваться. Но мы вот заряжены такой любовью к шахмате. К шахматам энергия, так сказать, главнее. Уже куда мы пробьемся, это не так важно, но любовь к шахматам все побеждает. Ну, тут считается, Олимпиада – это самое как раз важное мероприятие, которое для нас может быть выше. Мы еще не доходили. Для нас это действительно очень важное мероприятие, и мы все время настраиваемся и готовимся. Ну, а Олимпиада – это просто что-то. Конечно, это настолько интересно. Психологически даже ощущение, ты играешь в мировой Олимпиаде, все команды, такие разные страны. В Zoom даже интересно, в том плане, вот даже сегодня мы играли, у кого-то петухи поют, у кого-то собаки гавкают, дети бегают. Понимаешь, смотришь на эти страны, разноразные, и думаешь, какой интересный мир вокруг. Мы такие маленькие песчинки в этом мире, и насколько у всех по-разному жизни складывается. Но вот шахматы нас обменяют. А, конечно, Олимпиада – очень классное дело, онлайновское. И мы так вот все быстро собрались и сыграли. Мы посмотрели друг на друга, поиграли, поборолись. И опять-таки шахматы, шахматы – это супер. Я всегда рада, когда команда меня зовут, ну, вернее, меня зовут. И если у меня есть возможность, то я всегда на все Олимпиады с удовольствием езжу, потому что быть на Олимпиаде – это что там? Ну, как бы я не такой большой человек, чтобы там все время быть. И когда я попадаю, мне кажется, это вот со мной так в жизни. Ну, как бы я простой шахматист, а кручусь-верчусь и могу всех увидеть и переживать. И эта атмосфера шахматная, это, конечно, придает стиль. Друзья, ну, я с вами прощаюсь до следующего обзора. Следите за новостями, болейте за свои любимые команды, играйте в шахматы и подписывайтесь на канал Ческумру. Всем пока!